Это все-таки я знаю, что ничего не знаю. Я тоже думал, что что там трейдинг, сейчас разберемся, как это работает. За логикой ЦБ нужно следить и за риторикой, о чем они говорят. Это очень интересный момент для инвестиций в облигации федерального займа и корпоративной бумаги, длинные. Поэтому самый лучший инструмент, куда вам надо инвестировать в 2022 году или вообще в другом году, это именно инвестиционный портфель. Друзья, приветствую! С вами Николай Мирочковский. Мы говорим об инвестициях, о создании капитала, о пассивном доходе. Сегодня мы продолжим беседу с Дмитрием Толстяковым, основателем школы безопасных инвестиций ФИНРА. И в прошлый раз мы подводили итоги 2021 года. Это было очень интересное видео. Если вдруг не смотрели, посмотрите, мы дадим ссылку под видео на прошлый выпуск. А сегодня побеседуем на тему того, куда инвестировать в 2022 году. Дмитрий, приветствую вас. Какие у вас планы на 2022 год? Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, уважаемые зрители. На самом деле, сегодня я буду такую неблагодарную функцию выполнять, пытаться как-то что-то прогнозировать, что-то предсказывать, хотя я это очень люблю. Но в конце видео, досмотрите обязательно до конца, я расскажу, что я планирую делать в связи со всем этим. Безусловно, один год – это очень маленький срок для инвестиций, и не стоит зацикливаться на отдельном периоде. Мои ключевые инвестиции – это все-таки долгосрочные инвестиции. И, тем не менее, существуют определенные идеи, которые я для вас выбрал, но это ни в коем случае не рекомендация к моментальному действию. Послушали, посмотрели наше видео, завтра переделали свой портфель. Скорее, мой сегодняшний спич для таких осознанных инвесторов, которые могут понимать, обдумывать, принимать какие-то ответственные решения. И, надеюсь, мои выкладки вам в этих решениях помогут. Напоминаю, что меня также зовут Дмитрий Толстяков, я являюсь финансовым советником 2019 года в России, преподавателем школы безопасных инвестиций ФИНРА. Мы в прошлый раз с Николаем говорили об итогах 2021 года, ну, по крайней мере, на середину декабря. У нас получилось, что биткоин нам принес 51% в долларах, товары 38,3%. И, кстати, вы здесь видите на своих экранах подписаны тикеры непосредственно, через которые я отслеживал те или иные активы товар, недвижимость США и так далее. Как мы уже говорили, результаты прошлых периодов ни в коем случае не гарантируют нам результаты будущих периодов. И, как знает большинство из вас, история, она склонна меняться. В этом году у нас очень хорошо один класс активов показал, в каком-то другом году другой класс активов показал. И вывод такой, что если ваш горизонт инвестирования всего один год, то инвестировать вы можете в депозиты, в облигации, в недвижимость без гарантии того, что вы покроете инфляцию. И никто вам не предскажет, какой из этих классов активов будет лучше или хуже в следующем году. Вот, как пример этого утверждения, вы здесь видите такую занимательную карту из различных тикеров. Каждый из этих тикеров, я не буду здесь переводить, но это классы активов. Что-то это развивающиеся рынки, что-то это золото, что-то из них это индексы S&P 500, даже здесь есть у нас XIC, это на канадские акции. Ну вот возьмем, допустим, 2007 год, VMAX, самый верхний вот такого лилового цвета, не знаю, правильно я цвет произношу или нет, у меня жена лучше в цветах разбирается, чем я. Но вот он в 2007 году, это на развивающиеся страны, ETF, который отслеживает этот индекс, он нам принес 33,6%. В 2008 году он оказался хуже всех, минус 52%, потом опять лучше всех, плюс 70%, потом где-то в серединке плюс 17%, потом вниз скатился минус 21% и так далее. Вот вы можете поставить сейчас это видео на паузу и внимательно изучить различного цвета значки, и вы обнаружите, что здесь нет какой-то определенной логики, нет какой-то определенной последовательности. То есть предсказать, что, например, индекс именно развивающихся стран будет вот самым лучшим в следующем году, ну это практически невозможно. И, кстати, аналитики самых лучших инвестиционных домов, им это тоже не удается. Поэтому самый лучший инструмент, куда вам надо инвестировать в 2022 году или вообще в другом году, это именно инвестиционные портфели. О своих портфелях, кстати, я говорю в бесплатном марафоне «Я инвестор», ссылочку мы тоже дадим. Портфель – это набор определенных классов активов, благодаря портфельному эффекту происходит оптимизация риска и доходности, и это дает нам такую более плавную кривую, без всяких волатильностей, когда у нас поджимает, так скажем, нам хочется быстро все продать, потому что какой-то класс активов просел. Ну и без максимальной доходности, потому что из год в год очень трудно все угадывать на 100%. Я предлагаю вашему вниманию, по-моему, 5 или 6 здесь идей на подумать. Опять же, мой посыл для тех, кто обдумывает и тактически, в том числе как-то выстраивает свои портфели, но я расскажу, как делаю я. Первая идея на подумать. На 13 декабря у нас ключевая ставка 7,5%. На этой неделе, кстати, у нас будет заседание, вероятно, эту ставку повысит. Инфляция при этом годовая у нас 8%, но, то есть вы вот видите ключевую ставку здесь Центрального банка, она постепенно с кризиса 2014-2015 года снижалась, 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 снижалась. В 2020 году мы дошли, если мне память не изменяет, до 4-25% по ставке. И в 2021 году у нас следствие восстановления, в том числе экономики после ковидной, у нас ставочка постепенно начала расти. И 7,5% на данный момент она составляет. Но есть очень важный момент, который мы все должны помнить, что у Центрального банка и Министерства экономического развития продолжается таргет на 4%. И какой вывод мы можем сделать? В какой-то момент времени, когда волна, в том числе вакцинации, возможно, дойдет до своих пиковых значений, логистические цепочки будут налажены. В какой-то момент времени ЦБ, скорее всего, либо будет держать ставку на таком же высоком уровне, либо когда-то начнет ее опускать. В тот момент, когда у нас начнется цикл снижения ставок, это очень интересный момент для инвестиций в облигации федерального займа и корпоративной бумаги. Длинные, на 10-15 лет вперед, и, возможно, долгосрочные депозиты. То есть мы можем зафиксировать ставку, ну, например, уже сейчас, на самом деле, по некоторым неплохим корпоративным облигациям, мы можем зафиксировать 10-12% годовых. Это достаточно высокий процент. Да, у нас есть налог на купоны, но, тем не менее, это очень интересная ситуация. Она может разворачиваться в 2022 году, может, она перейдет в 2023 год, но, тем не менее, вот этого я ожидаю, вот на это я посмотрю, скажем так. Потому что, если ЦБ будет охотиться за более низкой инфляцией, будет снижать ставки, мы можем зафиксировать неплохую доходность. И, как мы помним, когда у нас уже снижались ставки, длинные банды, они будут расти в цене. Это значит, что мы можем зарабатывать дополнительную доходность. Это первая идея. Вторая идея. Риторика в Соединенных Штатах Америки. Говорят о повышении ставки. Мы видим, какая инфляция. Об этом мы с вами в предыдущем видео говорили. Мы видим заявление, что все-таки инфляция не временная, она более долгосрочная. Это значит, что если ставку будут повышать, то, скорее всего, исходя из просто макроэкономических и теорий экономических параметров, к сожалению, фондовые рынки Соединенных Штатов Америки, они будут не чувствовать себя так же замечательно, как они чувствовали себя в 2021 году. Могут быть коррекции, могут быть просадки. А мы видим, что развивающиеся страны, они находятся на более раннем этапе экономического развития. То есть, если США, например, уже в средней фазе, в пике, то Бразилия, Индия, Мексика, например, развивающиеся страны, они находятся еще более ранним, в ранней фазе своего экономического роста. И это означает, что потенциально могут быть более интересны именно развивающиеся рынки. Гипотетически, опять же, напоминаю вам, это ни в коем случае не прямая рекомендация. Исследователи из Vanguard установили, что в прошедшем десятилетии американские акции росли в среднем на 8% лучше глобальных акций. Это связано как раз с высокой оценкой американского рынка. Согласно прогнозам Vanguard, это довольно известная компания, которая выпускает очень низкозатратные ETF-фонды, до 2030 года международные акции, скорее всего, превзойдут США. Ожидаемая доходность по международным акциям 8,1% годовых против 4,7% США. Вот такой прогноз, в том числе от Vanguard. И мы знаем, что в прошлом году акции развивающихся рынков показали очень плохую динамику, там около 0% в принципе своим инвесторам они заработали. Как дополнительные идеи подумать? Вот вам идея номер 2. При помощи какого инструмента мы можем инвестировать? Здесь я написал для квалифицированного инвестора соответствующие фонды, либо если вы приобретаете фонды через зарубежного брокера, ETF-фонды, VWO, EI, EMI, также их можно приобретать. Для российского инвестора недавно вышел фонд от FINEX на Emerging Markets, FXEM, правда там Китая нет, но это другая история отдельная. И фонд от VTB, VTBI. Вот вам инструменты, вот вам идея наподумать. Идея наподумать номер 3. Здесь есть какие-то вопросы? Можем мы вернуться к ключевой ставке ЦБ. Я хотел задать тут такой вопрос. Идея того, что в момент, когда ключевая ставка перестанет расти, как бы начнет снижение, в этот момент это идеальное время, теоретически для покупки облигаций. Потому что дальше ставка снижается, облигации наоборот, старые будут дорожать от этого. Ну или ставка будет хорошая. Правильно ли я? Но логика следующая, что когда ЦБ перестанет поднимать ставку, когда остановится инфляция. Потому что основная цель подъема ставки – это остановить рост цен. Но в ближайшее время, по крайней мере, пока мы это не видим. То есть можно ли как раз тут следить за инфляцией? И когда, допустим, 2-3 месяца подряд инфляция остановится и перестанет расти, то, возможно, вот это оптимальный момент для как раз депозитов и облигаций. Я бы даже здесь следил за действиями ЦБ и за заявлениями о ЦБ, потому что чаще всего уже вслед за инфляцией следуют какие-то определенные заявления, заседания и так далее. Поэтому за логикой ЦБ нужно следить и за риторикой, о чем они говорят. И можно будет понять, я буду, по крайней мере, за этим следить, и можно будет понять, какая будет ситуация в перспективе. Можно следить, безусловно, за инфляцией. Здесь очень важно еще, знаете, какую мысль донести, что у нас потенциально может быть неплохая ситуация именно в разнице между депозитом, например, у нас депозит уже сегодня больше 7%, а можно найти. А если дальше инфляция как-то будет разгоняться, предположим в ситуации, что у нас депозиты 8%. Если инфляцию, в том числе в мировом масштабе, удастся как-то обуздать, и, например, ЦБ России начнет снижать ставку, вот это очень хороший момент. Например, мы берем долгосрочный депозит, либо облигации под 8-10%, и при этом мы имеем инфляцию на протяжении следующих 10 лет, как ЦБ планирует, около 4-5%. Но подчеркиваю, что это Росстатовская инфляция, здесь каждый еще должен сам для себя эту инфляцию считать. Мы можем получить ситуацию очень хороших реальных ставок доходности и при этом на длительное время. Поэтому вот такая ситуация, мне кажется, довольно перспективной. Я бы здесь больше следил, наверное, и за тем, и за тем, но риторика ЦБ для меня это более первичный показатель. Третья идея, надо подумать. В случае стагфляции. В том случае, если у нас уровень инфляции будет сопровождаться еще и снижением темпов ВВП, либо, к сожалению, ухудшением экономического роста. Тогда так же, как в 2021 году, довольно любопытная будет комбинация товаров, золота и цифровых активов. Как у нас это было в году прошедшем, возможно, такой же тренд и сохранится в 2022 году. Поэтому это еще одна идея на подумать. Если вы в такие сценарии верите, то товары, золото и цифровые активы, подтягивающиеся, хотя пока еще биткоин – это не отдельный класс активов, это довольно интересная ситуация. А золото вы как-то выделяете? Товары это... Да, золото обычно выделяют. Все-таки товары, то золото составляет часть этой группы. Но в товары обычно включают нефть, газ, пшеницу. Ну, вот то, что принято в индексе, на commodities индекс. Но золото, если у нас наш российский инвестор не может приобретать ETF на товары, по крайней мере, он может вот эту товарную часть активов приобрести при помощи вложения в ETF, либо в BPF на золото. Поэтому золото я здесь выделяю в том числе отдельно. Большие споры, стоит ли золото включать в свои портфели, не стоит ли золото включать в свои портфели. Наверное, отдельный ролик нужно записывать на эту тему. Но в периоды такой краткосрочной высокой инфляции золото, в принципе, показывает себя неплохо. Поэтому, опять же, нужно отталкиваться от инвестора. У меня золото в небольшой доле в своих инвестиционных портфелях у меня есть. Есть абсолютные противники, что золото вообще не покрывает инфляцию и так далее. Но отдельный разговор. У нас, знаете, вот список, когда мы приводили, мне несколько раз подписчики писали, добавьте в подобные списки инвестиции в гречку. Инвестиции в гречку обгоняют уже пару лет. Она там дорожает чуть ли не на 120% в год. Да-да-да. Но вот это и есть инвестиции в товары. Поэтому, если вы хотите инвестировать товар в гречку, посмотрите, пожалуйста, на эти инструменты. Они, по крайней мере, имеют очень неплохую корреляцию с гречкой для квал-инвестора и тех, кто инвестирует через зарубежного брокера DBC. Золото у нас в России можно приобретать через самые различные фонды. Но биткоин, не буду на этом остановляться подробно. Тут уже каждый покупает, как сам считает нужно. Биржи, обменники и так далее. Еще одна идея, четвертая, на подумать, это секторальные идеи. Это те секторы, которые, скорее всего, будут неплохо себя чувствовать в ближайшем будущем. Не могу сказать, 22-й год или там следующая трехлетка или пятилетка. Но, тем не менее, зеленые технологии. Это ESG-компании. Компании, которые являются социально ответственными. Которые следят за экологией, за стандартами внутри своих корпораций, своей корпоративной этики, полупроводники, кибербезопасность, финтех. Я здесь график привел. Это по Санкт-Петербургу вчера нашел от HeadHunter. Динамика вакансий цифровых профессий красным и синим рынка в целом. В Санкт-Петербурге 2010 год 0%. В 24 раза вырос спрос на цифровые профессии, на IT и так далее. Это в том числе о многом говорит. И после вот этого провала пандемийного спроса на подобного рода сервисы, услуги. Да, короче говоря, IT-шники стоят сейчас очень дорого. Мы сами разрабатываем свое ПО. И мы просто знаем в рынке, что это не дешевый труд. И подобные проекты в дальнейшем будут подвержены соответствующей инфляции. На российской бирже в том числе есть инструменты, при помощи которых можно инвестировать в высокотехнологичные компании, в биотехнологии, даже в сектор видеогейминга и так далее. Вот они здесь представлены в том числе на ваших экранах, в том числе с тикерами. Пятая идея. Можно вот вопрос по этой теме. Как вы считаете, насколько оправданно пытаться работать вот с такими узконишевыми историями и пытаться их набирать? Некорректно ли, особенно для начинающих и относительно небольших инвесторов, просто вот широкий рынок взять и напрягаться? Абсолютно корректно. Я вообще не напрягаюсь, не беру отдельную историю. Но судя по запросам, которые наверняка и вам поступают, и мне поступают, люди хотят найти что-то такое этакое, чтобы... Да, поэтому отраслевые ETF, они пользуются популярностью. Доказательные базы, что отраслевые ETF будут лучше, чем ETF на широкий рынок, на самом деле нет. Но если вы думаете, что вы умнее, но большинство людей считают, что они разбираются, поэтому можно предложить соответствующие истории. Но при этом, безусловно, эти секторы, они в тренде, и к ним будет повышенный интерес. И, возможно, это будет подталкивать спрос, и они будут расти существенно быстрее и больше, нежели чем широкие рынки. Я не исключаю этого. Но для новичка я, конечно, рекомендую все-таки широкие рынки как основу. Это, безусловно, правда. Знаете, я вот к вашей фразе, что думают, что они умнее. Есть известный опрос про то, что проводили какая-то выборка и опрашивали, кто считает, что он умнее, чем половина остальных здесь сидящих. И порядка 90% были уверены, что они умнее, чем в среднем остальные. Точно такой же был опрос про вождение автомобиля. Поднимите, пожалуйста, руку все сидящие в аудитории, кто считает, что водят автомобиль лучше, чем средний водитель. 80%. Да, вот этот синдром самоуверенности, он, конечно, злую шутку играет, особенно с новичками. Но постоянно спрашивают. Вот логика вопросов, например, у меня в социальных сетях, это а что будет с этим? А как вы думаете, во что сейчас, что бы вот росло лучше, чем? То есть сама логика вопроса. Я каждый день встречаюсь с тем, что все-таки в основном инвесторы, особенно новички, они склонны преувеличивать свои возможности, способности. Я таким тоже когда-то был, признаюсь. Я тоже думал, что что там, трейдинг, сейчас разберемся, как это работает. Пару индикаторов поставим, и сейчас начнем. Кто там эти люди, которые сидят? Они ничего не разбираются. Но, к сожалению, когда ты сталкиваешься с правдой жизни, ты начинаешь по-другому мыслить. И что есть индустрия, что есть огромные хедж-фонды, и ты как бы маленький непрофессионал, который пытается как-то создать свой капитал. К сожалению, нужно поумерить свое эго. С таким названием стоит наш ролик потом выпустить. Идея на подумать номер пять – это складская недвижимость и инфраструктура. Это то, что мы видим сейчас, как недостающее звено в поставках. И всем живем теперь в мире онлайн-заказов, онлайн-доставок, курьеров. И для того, чтобы обслуживать всю эту индустрию Озон, Вайлберис и прочих подобных компаний, а это нужно не только крупным компаниям, но и мелким, нужна недвижимость, складская инфраструктура для того, чтобы эти логистические поставки были быстрыми. Они очень важны для каждого, в принципе, потребителя сегодня. Поэтому инвестиции в это направление, возможно, будут чувствовать себя достаточно хорошо, если мы говорим о том, как выбрать для себя сферу в 2022 году. Я здесь не стал приводить отдельные примеры. Можно вспомнить отдельные запифы, но не хотелось бы новичкам сейчас, наверное, давать лишней информации. Вот вы сами как, Николай, относитесь? Нет, я думаю, что почему нет? Их пока не так много. Действительно, очень развивается эта индустрия. Ну, по крайней мере, за прошлый год вот тот же ПНК-арентал, наверное, один из таких активно развивающихся игроков этого рынка. Они 27% годовых дали. Будет ли так дальше? Ну, я не думаю, что так много, но, безусловно, это растет направление. Вот индустриальная, складская недвижимость. Это да. А вы инвестируете, кстати, через биржевой фонд или через паи, которые официально? Через паи, да. Да, но у них относительно недавно, я довольно давно с ними в них начинал инвестировать. И так как бы больше исторически, наверное, сложилось. Ну, да, это один из примеров, довольно неплохой. И, кстати, появляется новый. Я недавно слышал, что еще одна компания вышла с подобным фондом. Да, это интересное направление, да, согласен. Ну, и шестая идея – это дивиденды. Дивидендная история российских компаний. Я и в марафоне, и в инстаграме говорю о том, что, друзья, посмотрите, дивидендная доходность нашего недооцененного российского рынка, она достаточно высокая, в топе по всему миру. И в связи с тем, что у нас сейчас рынок неплохо так снижается, это повышает автоматически дивидендную доходность некоторых бумаг. Вы здесь видите по различным имитентам. Почему-то Сбербанка нет. Сбер сам себя не включил. Да, Сбер сам себя не включил. Это вот аналитики как раз СберСИП. Почему-то себя не включили здесь. Либо надо заглянуть детальнее. Наверняка у них в отчете все-таки где-то Сбербанк фигурирует. Вот мы можем посмотреть дивидендную доходность. Следующие 12 месяцев – это прогноз процентов. Вот здесь мы видим в Металлурге, мы говорили как-то уже о том, что 20% доходность дивидендная, Газпром, МТС, то есть очень интересная дивидендная доходность потенциально нас ожидает. Особенно если российский рынок будет продолжать так себя вести под геополитической напряженностью, то у нас дивиденды от российских компаний могут очень сильно превосходить ставку инфляции. Так что это еще одна идея потенциально на подумать. И в том числе это причина, почему я в России покупаю именно отдельные бумаги, нежели чем фонд. По крайней мере последние лет пять мне удается индекс обгонять. Но это скорее исключение из правил, чем правило. Такой вывод. Самая лучшая позиция все равно на 2022 год, несмотря на вот эти идеи, которые я сейчас озвучил, это все-таки я знаю, что ничего не знаю. Потому что сказать, какая из этих идей будет лучше, какая хуже, будет ли просадка в S&P 500, не будет. Это вопрос вероятности. Рынок живет вероятностями. И фондовые рынки живут ожиданиями этих вероятностей. Поэтому самая лучшая ваша позиция – это то, что вы не знаете, что будет происходить. И что точно не нужно делать, вы здесь видите на своих экранах, я перечислил. Вот сразу после этого видео идти срочно что-то менять – это будет, скорее всего, ошибкой. И будет непоследовательностью вашей инвестиционной стратегии. Я даю материал так, чтобы вы рассуждали и думали. Второе – постоянно дергаться, проверять свой брокерский терминал – запрет. Пытаться кого-то обыграть и превзойти, об этом мы уже сказали. Простите, Дмитрий, можно я отнесусь ко второму вашему пункту? Это звучит, конечно, правильно – постоянно проверять терминал. Но попробуй сейчас не заглядывай. Я не заглядываю. Не заглядываете? Нет. Ну, раз в неделю я заглядываю, когда портфель для дочерей снимаю, я смотрю. Но мне приходится заглядывать просто по факту того, что я получаю письма, и люди паникуют, нервничают. Мне приходится успокаивать. Ну, то есть я на своих портфелях испытывал просадку 30% в свое время и 35%. То, что там происходит на российском рынке, российский рынок не самый большой в моем инвестиционном портфеле. А если вы 100% поставили на российский рынок, значит, вы согласились с условиями риска развивающейся страны. Так будьте добры, примите этот риск. Все же тогда заглядывайте, постоянно волнуйтесь, если вы на это согласились. Поэтому, не знаю. Мне кажется, это может с возрастом, может с опытом приходит. Не проверять постоянно. Не только российский, да. У меня недавний тоже яркий пример одного из наших инвесторов. Он какую-то гигантскую сумму, но по его меркам в размере нескольких миллионов, вложил в Virgin Galactic. Естественно, на пике, когда она была на самом верху. Сейчас у него, по-моему, минус 57%. Ну, это вот как раз относится к тому, что не нужно делать. Да. Как бы пытаться взять одну отдельную бумагу и думать, что все. Вот продавать квартиру, вкладывать все деньги в акции «Газпрома». Думать, что кто-то обладает какой-то уникальной информацией, она доступна только вам. И так далее. Вот эти все вложения в одни отдельно взятые бумаги, распиаренные, раскрученные. Ну, это, к сожалению, это путь к убыткам. Ну, и ждать. Самое, на самом деле, важное. Ждать. Когда же вот сейчас рынок высоко, не буду я входить, подожду еще, подожду еще. Ждать – это еще более худшая стратегия. То есть инвестировать гораздо правильнее. И вот то, что нужно делать – инвестировать, экономить на комиссиях, экономить на налогах. Здесь третий пункт – на налогах. И учиться портфельному подходу. То есть не инвестировать все деньги в один отдельно взятый актив. Мои инвестиции, мои инвестиционные портфели, вот видите, тоже на своих экранах. Я периодически с подписчиками делюсь. То есть основная база – ну, 65%, сейчас будет 70%, около 70%. Это все-таки пассивные инвестиции через индексные фонды, которые охватывают весь мир. Да, у меня есть небольшой процент активных инвестиций, отдельные бумаги, но там исключительно российский сектор, потому что здесь я фундаментальной аналитикой могу заниматься сам. Мне это интересно. Я могу покопаться в учетности, мне это доставляет удовольствие просто интеллектуальное. И на третьем уровне есть альтернативные инвестиции. Это вот и криптовалюты, и IPO, и при IPO даже у меня есть, и private equity и так далее. Но это небольшая часть моего капитала. Чтобы разобраться с этой структурой, приглашаю всех наших зрителей на бесплатный пятидневный онлайн-марафон по названию «Я инвестор». Чуть подробнее и про свои портфели, и как правильно подойти к освоению инвестиций, я рассказываю, ссылка будет под видео. Дмитрий, спасибо. Очень интересные мысли, идеи. Уважаемые зрители, напишите, какие у вас планы на 2022 год по инвестициям, куда вы планируете усиливать поток своих денег, которые будете новоинвестировать, либо наоборот, от чего держаться подальше. Ну и насколько полезна была та информация, которой поделился Дмитрий. Дмитрий, благодарю. Под видео дадим ссылку на марафон, онлайн-марафон «Я инвестор». Пройдите. Уверен, для вас это будет полезно. Удачи. Благодарю, Николай. Всего вам доброго, успехов вам в ваших инвестициях в 2022 году и на протяжении следующих лет.